Олег, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете результаты и верите ли вы в то, что Петр Порошенко сможет изменить ситуацию на Украине и примирить Запад с Востоком? Очень многое зависит от того, будет ли Петр Порошенко, займет ли он позицию киевских властей. Если он их осудит, то у него будет шанс. Если он остановит кровопролитие, если он отзовет войска с Юго-Востока, объявит амнистию, скажет о том, что он будет менять конституцию, вводить русский вторым государственным языком, то шанс у него будет. Я не говорю, что у него нет шансов. Он может тогда приехать на Восток. Потому что если он приедет на Восток до того, как он прочитает требования Юго-Востока, а эти требования многократно нами озвучивались, то эта поездка может быть такая же результативная, как его поездка в Крым. То есть тогда у него ничего не получилось. Поэтому я рекомендую Петру Порошенко почитать требования Юго-Востока выполнить и приехать на Донбасс. Именно тогда может состояться нормальный диалог. Провозглашенная республика Новороссия, это Луганск плюс Донецк, они отказались участвовать в выборах. А это около 10% населения страны. На ваш взгляд, можно ли здесь говорить о легитимности? Или это уже не играет никакой роли в масштабах всей Украины? Конечно же нельзя говорить о легитимности этих выборов. Можно говорить только о том, что мы уважаем волю тех украинцев, которые проголосовали за Порошенко. Донбасс, Луганский, Донецк не голосовал за никакого кандидата из президента. Но надо сказать, что вот этот феномен Порошенко, он связан с тем, что люди устали от войны. Люди готовы голосовать за кого-то, кто с их точки зрения способен остановить войну. Юлия Тимошенко, которая призывала атомным оружием выжечь юго-восток русских, люди решили, что она не способна остановить войну. И проголосовали за Порошенко. Я хочу сказать, что голосовали в основном на Западной Украине. Вот голосовали за своего, поэтому не голосовали за Добкина, кого-то еще. Голосовали за такого, который с их точки зрения был бы политиком, который представлен и пользуется поддержкой на Западной Украине, но наиболее способный компромиссом. Поэтому у Порошенко есть шанс. Мы уважаем точку зрения тех избирателей, которые за него голосовали. Но настаиваем на том, что это выбор всего лишь половина Украины. И таким образом, на сегодняшний момент времени, если Порошенко выиграет эти выборы, то он будет полупрезидентом, президентом половины страны. Для того, чтобы его услышали на второй части страны, он должен сам попытаться услышать избирателей и граждан Юго-Востока. Донецка, Луганска, Днепропетровска, Одесса, Харькова. И в первую очередь он должен откреститься от этой хунты. Он должен осудить преступления в Одессе, в Харькове, в Днепропетровске, в Донецке. И после того, как он скажет о том, что совершено преступление против человечества, в Славянске, в Краматорске, в Мариуполе, у него есть шанс быть услышанным. Олег Анатольевич, вот журналисты очень активно обсуждают некую таблицу, появившуюся в сети. Там Ярош на первом месте, а Порошенко только на втором. Как вы думаете, откуда ноги растут, откуда берутся такие таблицы странные в эфире и в сети? Ну, Экзитпол всегда был таким моментом, который мог оказывать некую манипуляцию. Ведь не секрет о том, что сейчас, даже прямо сейчас, происходят определенные манипуляции с голосованием. Мы это видим по Донецку и Луганску. Я сейчас нахожусь в Донецке, у меня прямая связь с Луганском. Мы видим те цифры, которые озвучивает Ахендовский, о том, что открылись участки, о том, что сколько людей в Донецке, в Луганске проголосовали. Но мы-то знаем, что эти участки не открылись. Мы-то находимся здесь, мы знаем, что они закрыты. Мы видим, что по количеству участков и по результатам референдума, которым мы доверяем, никак не могло 10 или 15 процентов дончан или луганчан проголосовать. Просто физически не могло. Это значит, что происходит фальсификация. Если мы ее видим здесь, то, конечно же, мы не доверяем тем цифрам, которые высвечивает и показывает экзитполы или Центральная избирательная комиссия. А вот экзитполы, показывая рейтинг и высокие результаты какого-то определенного кандидата, они в том числе воздействуют на тех, кто прямо сейчас фальсифицирует выборы. Ведь это очень опасно, фальсифицировать выборы, не того кандидата, который может выиграть. Олег Анатольевич, мы будем общаться с вами до тех пор, пока есть связь. Сегодня Порошенко заявил, что обязательно будет налаживать взаимоотношения с Москвой. При этом заявил, что главная внешнеполитическая задача Украины – это курс на евроинтеграцию. Каким образом он опять попытается это осуществить? Вот у Януковича не получилось. Да, у Януковича не получилось, это сложная задача. И с моей точки зрения невозможная. Будущее Украины только в дружбе, в интеграции, с экономической интеграцией, с Россией. Я об этом говорил неоднократно и считаю, что попытки идти в одну сторону и одновременно идти в другую сторону, они как минимум могут разорвать Украину. Украина должна определиться, и я вижу, что выхода нет. Или дружба с Россией, с Казахстаном, с Белоруссией, или резкое снижение уровня жизни. Как будет выполнять эту задачу Порошенко, посмотрим. Я боюсь, что то, что он говорит, это невыполнимо. Олег Анатольевич, в Донецке и Луганске все-таки кое-где проходили выборы, хотя руководители народных республик заявляли, что это невозможно. Как вы эту информацию прокомментируете? И как в Новороссии будут относиться к результатам выборов президента Украины? Мы не признаем выборы президента. Мы считаем, что если как бы это сравнивать, это все равно, что старый пожилой мужчина говорит, что он не женат и пытается, ведет в ЗАГС молодую девушку. В это время у него лежит в другом кармане паспорт, где брак со старой женой еще не расторгнут. Вот примерно то же самое сейчас происходит с Украиной, когда ее пытаются затащить в ЗАГС. А есть, существует действующий президент, когда согласно действующей конституции, одной или второй, мы сейчас носили изменения в конституцию, мы не имеем права проводить выборы и не имеем права выбирать нового президента, пока существует и действует полномочия старого президента. Поэтому Юго-Восток не признает эти выборы, он в них не участвует. Ну и неправильно проводить выборы, когда каждый день гибнут люди. И сегодня гибли люди, и вчера гибли люди, и позавчера. Проводить выборы в то время, когда умирают люди, это неправильно с точки зрения законов и конституции Украины, потому что нельзя проводить выборы, когда армия осуществляет карательные операции, с одной стороны. С другой стороны, это аморально и бесчеловечно, потому что правильно это сесть, договориться, снять все проблемы, договориться о том, как их решать, и только потом проводить выборы. Олег Анатольевич, насколько, с Вашей точки зрения, вероятно, что Петр Порошенко, как он и обещал, поедет в Донбасс, и там будут переговоры его с лидерами Донецкой и Луганской народных республик? Если он приедет без предложений, если он приедет, не выполнив те условия, о которых я уже говорил раньше, его поездка будет так же результативной, как его поездка в Крым. У него ничего не получится. Это четко и определенно. Олег Анатольевич, спасибо. На прямой связи с нашей студией был депутат Верховной Рады, лидер движения Юго-Восток Олег Царев.